Добрый день! Меня зовут Маргарита и сегодня я хочу вам рассказать про школы. Как оформить ребенка в школу, какие документы нам понадобятся, сколько они стоят, какие этапы образования, какие виды школ. Все-все-все, сейчас я вам расскажу. Первое. Какие этапы образования школьного есть в Испании? От 0 до 3 лет это садики, с 3 до 6 лет это дошкольное образование, с 6 до 12 лет это первый этап образования, с 12 до 16 лет 4 года это второй этап образования, и с 16-17 лет это бачиераты, так называемые. Это типа что-то в наших 10-11 классах. Не знаю, как сейчас, но когда я училась, это были 10-11 классы. Сейчас подробно про каждый этап. От 0 до 3 я вам уже рассказывала. Это садики, какие бывают садики, сколько они стоят, какие документы, как оформить. Я уже все рассказывала, я оставлю ссылочку. Кому интересно, переходите, смотрите. С 3 до 6 это дошкольное образование. Оно не обязательно. Но вы можете зарегистрировать ребенка в школе, можете не регистрировать. Но я не встречала еще ни одного человека, который бы не записывал ребенка в школу на дошкольное образование. Почему? Потому что, во-первых, их подготавливают к школе. И ребенок в 6 лет, идя в школу уже, он же знает саму систему образования, порядок, дисциплина, как вообще проходят уроки, готовят в школе. Они уже могут читать, писать. То есть они в принципе все в игровой форме, но они учатся. Например, разрисовать буковку А синим цветом, Б с зеленым цветом, какие-то песни про цифры, буквы. Я что не спрашивала у своих детей, что вы делаете в школе? Мы поем, мы рисуем, мы играем, ничего мы не делаем. Но когда приносят каждый триместр папочку с их работами, то мы видим, что да, они играя, так вот вроде поют песни, играются, но они изучают что-то. То есть они таким способом подготавливают ребенка в школу. И второе, почему родители записывают на дошкольное образование, потому что это места в школе. В хорошей школе обычно мест мало, то есть попасть сложно в школу. Поэтому родители стараются записать их с самого начала, чтобы детки автоматически с дошкольного образования перешли в первый класс. Поэтому все записываются с трех лет. Детки в основном, практически я еще не встречала никого, кто не записывает. Все идут сразу в школу. И первый этап, именно обязательное образование, это с 6 до 12 лет. Это 6 лет, она называется примария. То есть первый этап. Какие предметы там изучают в школе? Это основные, это испанский язык. Мы живем в Каталонии, еще изучаем каталанский язык, математика, английский, природоведение. Природоведение делится на две части. Это типа географии и типа биологии что-то они изучают. И еще у них есть предмет, это не во всех школах, в государственных школах этого нет. Нет, а в частных и получастных школах есть. Это называется science, это предмет природоведения на английском языке. То есть все, что они изучают на природоведении, они это тоже самое изучают на английском языке. То есть они берут экзамены, они рассказывают, чтобы изучить больше английский. Потом у них идет физкультура, музыка, рисование, религия и по-моему вроде бы все. Ну что еще, что-то какие-то оборудоведения, но основные это вот такие. И какое расписание в школе? В первом этапе и втором этапе одинаковое расписание. Практически все зависит от школы, но в основном это с 9 до часа, с часа до 3 это обед, и с 3 до 5. Но есть и расписание, которое начинается в 8.30 и заканчивает в 4.30. И на втором этапе образования иногда начинает в 8 и заканчивает в 3. Или некоторые из 8 до 3, некоторые из 8 до 5. То есть все зависит от школы. И второй этап образования. Второй этап образования это идет с 12 до 16 лет, это 4 года. Это обязательное тоже образование, то есть с 6 до 16 лет. Все дети, которые живут в Испании, должны быть вычислены в какой-то учебный центр. То есть это обязательно, это обязанность родителей записать ребенка и водить ребенка в школу до определенного возраста. До какого возраста нужно водить ребенка в школу? Обычно это до 12 лет. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, лет с 8, вы можете написать заявление, что вы согласны, что ребенок ходит сам в школу. 8 или 9 лет, я точно не помню. Дальше. Дальше идет уже необязательное образование. Это эти 2 года бачаираты, типа нашего 10-11 класса. То есть оно не обязательно, это подготовка к университету. В принципе, можно после второго этапа образования пойти в профучебное заведение. Это типа наших техникум, техникум и бурсы. То есть ребенок получает какое-то образование, какую-то специальность. И если нет, и тоже после этих профучебных заведений вы можете поступить в университет. И если нет, тогда идет в эти 2 года бачаираты, подготовка к университету и поступаете в университет. Или не поступаете. Какие виды школ бывают? Бывают государственные школы, коллегиус публикос. Бывают частные школы, коллегиус привалус. И бывают получастные школы, это коллегиус концерталус. Что это такое? Это частная школа, которая получает дотации от государства. То есть это та же самая частная школа, но вы платите меньше, чем в частных школах. То есть это так, как они получают какой-то процент, какую-то дотацию от государства. Какие оценки в школах и как вообще оценивают ребенка здесь в Испании? Вообще, в принципе, сама система оценивания идет до 10 баллов. То есть до 5 баллов это не сдал, с 5 до 10 это уже сдал. И в первых этапах, то есть с 6 до 12 лет, а оценок здесь в Каталунии нет. То есть не ставят оценки, ставят именно словами. То есть дают оценки каждый триместр и дают именно слова. То есть очень хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. То есть какие и расписано по чему. То есть поведение такое-то, учеба такая-то и стремление такое-то и так далее. Как вообще оценивается знание ребенка и как составляется оценка? Например, берем такой предмет, как физкультура. Здесь оценивается ребенок по всем показателям. Например, по физкультуре. Мало сдать какой-то норматив. То есть ребенок пробежал, молодец, все, тебе десятка, тебе поставили все. Нет. Как он пробежал? С желанием пробежал? Радостно ли он бежал? Мог ли он пробежать больше? Все это оценивается. Например, ребенок пробежал, сдал, молодец, но он может больше. Все, тебе не поставим десятку, тебе поставим меньше. С желанием пробежал, то есть с удовольствием, тебе нравится бегать, то есть тебе оценка выше. Не нравится бегать, тебе оценка ниже. Дальше. И так же самое идет в старших уже второй этап образования. Например, физкультура. Там идет не только нужно сдать, а еще теория. Например, у них каждый триместр идет какой-то спорт. Например, спорт с мячом. То есть одному ребенку может нравиться спорт с мячом, он с удовольствием играет там в футбол, баскетбол, а другому ребенку не нравится. То есть оценка будет там, которому не нравится. Даже если он занимается, у него все получается, будет ниже, чем тому ребенку, который с удовольствием это все делает и горит желанием это все узнать. И теория. Вы сдаете экзамен, именно теория. То есть правила игры, как вообще идет игра, какие там штрафные баллы, какие очки, как идет счет. То есть ребенок, которому не нравится сама физкультура, может выйти на теорию. И наоборот, ребенок, который сдал все показатели, ему нравится физкультура, бегать, прыгать, но теорию он не любит. То есть ему уже не будет десятка, ему будет оценка ниже. То есть вот так вот оценится. Так же самое, как и другой любой предмет, например, математика. Мало просто взять, сделать, я сделал, я знаю, нет. То есть нравится ли тебе математика, изучаешь ты или отдельно материал, как ты домашнее задание делаешь, как у тебя поведение, как ты оформляешь саму работу. Идет оценка вот за все, за все предметы. То есть чтобы получить десятку, ты должен фанатеть от этого предмета. То есть, грубо говоря, чтобы получить хорошую оценку, мало просто зазубрить и рассказать. Нет, ты должен активно участвовать, ты должен смотреть материал, ты должен все знать. То есть оценка идет под общих всех показателей. Сколько стоят школы? Если это государственная школа, то она не стоит ничего. То есть они бесплатные. Единственное, что вы платите, это учебники, экскурсии, если они есть отдельно от школы и столовую. Все, все остальное входит в государственную школу. То есть ребенок идет и ни за что не платит. Если это получастная коллегиус консертадус или частная школа коллегиус привазус, тогда это все зависит от школы. Если это консертадус, то есть школы получастные, то от 50 и до 1000 евро в месяц. Но в принципе средняя цена для таких школ это 100-300 евро. Это мы не берем ни еду, ни учебники, ни материал, ни экскурсии, ни какие-то вносы. Это все отдельно платится. То есть это просто за месяц школы. Если это частная школа, то в принципе частная школа начинается от 500 евро и до сколько угодно. Ну в принципе 500-1000 евро это тоже только месяц школа. Отдельная экскурсия, отдельная столовая, отдельные какие-то выходы, отдельные книги и так далее. Какая школа лучше? Неизвестно какая школа лучше, но в принципе наверное самый идеальный вариант это коллегиус консертадус. То есть это получастная школа, то есть это та же самая частная школа, но вы платите меньше, она контролируется государством. И они тоже хорошо оснащены и сами знания, то есть акцент на знания идет очень большой. Государственные школы тоже они очень оснащены, они хорошие, но в зависимости где находится эта школа. В благополучных районах или в неблагополучных районах. Если школа государства находится в благополучном районе, то в принципе она ничем не отличается от частной, но бесплатной. Вы ходите, ничего не платите. Но если это район неблагополучный, то соответственно и уровень знаний там будет соответствующий. Как оформить ребенка в школу и какие документы нам понадобятся? Есть два варианта. Первый вариант. Вы оформляете ребенка по период предварительной записи. Этот период каждый год разный. Начиная от март, март, апрель, май месяц. В зависимости от региона Испании. И каждый год он по-разному. В этом году, по-моему, где-то будет в апреле. В конце марта, вы должны сказать, по крайней мере, дату, когда это будет. И какие документы нам понадобятся? Это в первую очередь документ ребенка, то есть или дни, или паспорт, или свидетельство о рождении, или либру де фамилия. Документ родителей. И заявление. Заявление вы можете взять в самой школе, в отделе образования или в альентоменто. Вы идете, можете по этим альентоменто, и вас информируют, где находятся школы, какие, по месту, что, то есть или в отдел образования. Там у них вся информация по всем школам, есть ли места, куда можете зачислить, то есть все, вся информация. Я оставлю ссылочки, вы можете посмотреть, где список школ и по Барселоне я вам оставлю. Если вы оформляете ребенка в период предварительной записи, то так же самое идет, как и в садике, зачисление ребенка по пунктам. То есть, если вы живете рядом со школой, то у вас есть 20-30 пунктов. Эти пункты каждый год меняются, в зависимости от количества пунктов, зависит от региона, так же самое, то есть плюс-минус, я вам, например, говорю. Если вы работаете рядом со школой, то же еще там есть 20-20 пунктов. Если в этой школе находится брат или сестра, еще 20-30 пунктов. Если у ребенка инвалидность, еще сколько-то пунктов. То есть, эти пункты все суммируются, и, соответственно, проходит ребенок, у которого больше всего пунктов. И у которых меньше всего пунктов, то есть там уже идет жеребьевка, кто прошел, кто не прошел. Если вы хотите оформить ребенка не в тот период предварительной записи, а вы приехали, например, в сентябре, октябре, то есть в другой какой-то период, то это тоже не проблема. То есть, есть так же самое, вы идете в отдел образования, где вас информируют по вашей зоне, где есть места в школе, или идете в аюнтаменту. То есть, так же самое, вас информируют, где есть места, какая школа государственная, или она получастная, частная, вы выбираете. Цены, так же самое вам скажут, все. И список документов, вы, если идете не по предварительной записи, то это документ ребенка, документ родителя и заявление. Все, больше ничего не надо, потому что уже пункты вы никакие не набираете, они не нужны. Легко ли оформить ребенка в школу, если есть места? В принципе, в государственных школах по месту жительства места всегда есть. То есть, вас обязаны оформить вашего ребенка, вернее, в школу по месту жительства, в государственную. Если вы уже хотите в получастную или частную, там же другие варианты, то есть, вы должны сами узнавать. Ну, в принципе, если это получастная школа, то уже вас могут проинформировать. Если мест нет в какой-то школе, вы хотите именно в эту школу, то отдел образования всегда может увеличить на одно-два места, на одно-два места в классе. То есть, сколько детей в классе? Например, если это дошкольное образование, то это 20 детей. Если это первый этап образования с 6 до 12 лет, это 25 детей в классе. И если это второй этап образования, то это 30 детей с 12 до 16 лет. Но отдел образования всегда может увеличить по каким-то причинам важным. Это количество детей на один, на два. То есть, например, в классе моего старшего сына 27 детей. То есть, по какой-то причине их вот эти два места увеличили. То есть, если, например, вы приезжаете и говорите, я хочу именно эту школу. Или, например, вы приезжаете с двумя детками, одного ребенка есть место, а на другого ребенка нет мест. То есть, вы идете и говорите, я хочу именно эту школу, потому что брат и сестра, или два брата, или две сестры не могут учиться в разных школах. Они должны учиться в одной школе, я хочу именно эту школу. И отдел образования обязательно должны увеличить вам место. То есть, добивайтесь этого. То есть, мало того, просто пойти и сказать, я хочу нет. Мне надо, потому что. Потому что я живу близко, потому что у меня расписание такое на работе, я не могу ездить, забирать ребенка, ребенок не может ходить сам в школу и так далее. То есть, добивайтесь именно мест в вашей школе, которые вам понравились. Если вы хотите записать ребенка в частную школу, то с период предварительной записи они уже назначают сами. То есть, он может отличаться от предварительной записи в государственных школах и получастных школах. То есть, они его устанавливают сами. Вы должны звонить в школу, смотреть на их странички, когда идет этот период. И список документов, и вообще сам процесс в каждой школе по-разному. В основном в частную школу сначала идет, то есть, директор школы общается с ребенком, общается с родителями, почему вы хотите пойти в эту школу. То есть, потом идет список документов, они смотрят, рассказывают вам про школу, сколько она стоит, сам процесс обучения какой идет. И зачисляют вашего ребенка в школу. Обычно в частных школах места есть. Ну, в принципе, если она очень какая-то знаменитая, хорошая школа, то, конечно, сложно попасть. Также самое сложно попасть. Я оставлю вам ссылки на школы, на отдел образования, где вы можете посмотреть весь список школ, список документов, когда проходит предварительная запись. Всю информацию вы можете посмотреть. Я надеюсь, вам понравилось это видео, оно было для вас полезным. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего дня, до скорых встреч!